По всей России стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Воспитанники детских домов, дети из многодетных семей или с особенностями здоровья пишут Деду Морозу письма, и их мечты сбываются. Из-за противоэпидемических ограничений в этом году старт «Елки желаний» давали в каждом отдельном регионе. Репортаж Анастасии Приветской. Три года назад в московском Кремле впервые установили «Елку желаний». Акция была придумана для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Со всех регионов детские мечты собирали волонтеры, а исполнение желаний доверили представителям регионов. В этом году старт акции в ДВФО дал полпред Юрий Трутнев во Владивостоке. Первый шар с «Елки желаний» в Хабаровском крае снял Михаил Дегтярев во время прямого эфира. Воспитанница детдома номер пять мечтает побывать в Приморском центре «Океан». Накануне Екатерине Шатровой вручили сертификат на летнюю смену в лагере. Пожалуйста, это вам. Спасибо большое. Тогда решите, мы вас туда отправим, и вы там получите все знания, новых друзей, подруг и впечатления. Договорились? Договорились. В этот раз пожелания от участников акции доставляют не только волонтеры. Для писем Деду Морозу создали специальный всероссийский сайт. Из Хабаровского края на нем оставлено уже более ста писем. К исполнению подключились члены регионального правительства, краевые министерства и главы муниципальных образований, где проживают дети, загадавшие желания. Общими усилиями получится исполнить мечту 141-го ребенка. Мы стараемся так, чтобы все новогодние желания были исполнены или до Нового года, или в крайнем случае в рамках новогодних каникул. Но есть такие мероприятия, когда ребята пишут, ну там летом хотят куда-то поедть, еще что-то, у них будет отложенное желание, но они об этом узнают. Несколько дней назад желанный планшет получила 13-летняя Александра Рехтина. Тем временем шаров на Всероссийской и Краевой елках становится больше. Поучаствовать в исполнении детской мечты может и любой желающий. В Хабаровском крае новогодняя благотворительная акция продлится до 10 февраля.